Девушки отдыхают 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 Ну а что делать, собственно, вариантов других нет, у Анкара самый богатый, поэтому приходится помея сейчас. Вот прорыв может получиться в этом эпизоде. Что в нынешнем составе есть, в Перми забивали, точнее Анкару забивали, что в Перми, что... Руку его партнеру, фигуру Огуде. Камбаров с водом мяча в Агруизау там. Промес. Жекиа. Вторая зенита, так что нельзя расслабляться, а Перишек продолжает тут терзать. Мяч в Бакагу, вот какая скорость, вот он, смотрите, Жекиа опережает. Там все в нормальной такой плоскости находится и делал привычки, Хар практически встречает лицо в передаче. Это армейцы победу одержали в 2012. Мы видим, как эти два великана просто посматривают, удар, помним, как... Локомотива, так называемая, ложная девятка. Один игрок. Это Януш, гол. Подача и мяч опасно летит на два. Жарко, особенно учитывая настрой интересный. К этому же опыту футболиста. Здесь Александр Салугин, который неизменно выходит на замену. В этом заброс. Но там даже не боролся за позицию Шин. Здорово, я зарекомендовал. С самого начала. Уже не играют. Это игра. Непотая подача и можно добивать. Абдуллава выносит на Эджике. Проиграл. Дагуда на Юану Малу. Это попыток со стороны француза. Матч стартовал. Сразу идет передача к штрафной. Очередную свою атаку. Вот так вот, потому что еще и попрессинговал. Водул только что защитник. Пирес. Навес. Начиналось все очень хорошо. На девятой минуте Рудолфа забил гол. Во всяком случае, игроки Амкара... Оренбург, Анжи, друзья. Забрасывает далеко. Вне отверстия. Умелый и довольный, кажется, так все осталось забывать. Понимаешь, что можно заново. Выстраивает подача. Вперед Оренбург. Там до Ефремова пас не дошел. На Оренбурга Андреев. Очень спокойно. Вперед. Это гораздо приемлемее. Фланговый защитник. Это в современном футболе защитник, который должен обладать, конечно же, местами. И подача. Такое редкое явление для Краснодара. Януш Гуал. Матчи такие, как Краснодар на своем поле, когда Терек в контроле мяча. Никуда особенно не торопясь. Но нет. Видите, Городов убивает мяч на чужую половину поля. Там борьба вверху. Далер Кузяев. И... Вперед. Еще более молодой. Щербаков и Когниев. Нет. Подача. И здесь опасно усилил. Не очень. Здорово. И за мяч. Примущество, которое досталось на некоторое время. Заброс вперед. А там Джикия. И... 27-й Игорь Денисов. И 88-й Александр. Ну, кстати, замена не была справа. С наклонением. Там абсолютно ровное место. Джикия здорово играет. В свободную зону. На противоположный фланг. Опять правый прайк. Решил передачу сделать. И перехитрить, возможно. Встреча. Но идеальный центральный защитник так и должен выглядеть. Высокий, быстрый. Да, пакетик. Хорошо играющий на втором этаже. И... Молло. Смотрите, как швыряет мяч. Центр штрафной. Побрямее, чтобы поближе к шкуре течет. Что правильно. Мне кажется, просто не поменялся. Потому что ничего даже близко более опасного. Амкара уже не получалось. И как раз крайние защитники или полузащитники, как хотите, Иван Ершов и Анри Хагуш должны идти вперед. А пока Арсенал обороняется. Санев долго так ставил на бровки. Показываем, мол, отдай сюда. Но смотрите, как разворачивается это. Вот в это время было очень много снега. В составе Амкара Брайна Довы тоже уже встал. Хороший перевод на правый фланг. Иван Ершов! Иван Ершов! Встал на второй гол, потому что эти ребята с пасом, эти футболисты. Хороший пас. И какой он опустил. Но такой мяч был. Рядом был Хави Гарсье с ним. Может, был одним касанием. Со снабжением нападающих. Ох, смотрите, как он срока запустил мяч из горкичики. И перевод мяча направо. Маркетинговая составляющая работы Краснодара в ближайшее время будет едва ли не сам. Переводит мяч направо на Бутко. Хороший перевод. Хороший перевод направо. Здесь будет борьба. И Бутко ее выигрывает. Совсем другой темп у игры. Совсем другой темп у футбола. И, вероятно, еще выше будет темп, когда появятся два свежих футболиста. Как говорится, Януш и Георгий на результате, по-моему, Джеки победил в этом споре. Его подача мяч. И можно было пробивать. Атаку на вот этих бесконечных рывках вперед. Честно говоря, мне очень... Баланович на бровке. И Спартака сколько в том, сумеет ли Амкар выдать вот эту экстра эмоцию, которая так нужна ему. И через левый фланг. Легионер. Недалеко вперед. В итоге... Прудников, Агуда, конечно, туда пришли. И подача на дальнюю штангу. Зайцев свои позиции укрепили. Заброс на Прудникова. Зацепится форвард за мяч. Успевает. Выпускает Амкару на втором тайме. Джеки. Заброс. На правый фланг. Там Баланович один. Очень здорово. Там никого из футболистов в Кубани нет. Фактически на дальней штанге уже. Джеки. Пас по флангу. Прудников. И теперь Сантана пытается его догнать. Догоняет, между прочим. Абдулавову. Это некрасиво звучит. И некрасиво выглядит. Потому что Абдулавов до мяча не добирается. Абрудников добрался. И он вне. И даже добегает до левого защитника Амкара. За него. Зайцев. Николай лично. Борьба опять на фланге. Ну и вот, пожалуйста, возможность у Салугина побороться. Самое главное...